Великий день на земле святого Белогорья. Впервые гора Афон своим благословением на святом Белогорье прибыла мощами святаго великомученика и победоносца Георгия. В дни, когда мы празднуем Великую Победу 1945 года, когда 6 мая затихли пушки и впервые сели за стол переговоров для того, чтобы окончательно подписать акт о капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая. Святой великомученик и победоносец Георгий для России является пример жертвенного служения Богу, Отчизне. Поэтому он так близок, прежде всего, всем воинам. А каждый из нас в истории России по-своему является воином, защищая веру, защищая ближних, защищая Отечество наше. И в сегодняшний благословенный день, когда соединяется память святителя Николая, архиепископа Мирликийский чудотворца и святаго великомученика и победоносца Георгия, мы говорим посланникам Афона «Благословен гряды во имя Господне!» Дай Бог, чтобы каждый, кто прикоснется к мощам с верою, получит просимое. Дай Бог, чтобы все мы с вами, как правнуки, внуки Великой Победы, могли помнить о том, что Господь помогает тем, кто живет по заповедям Христовым, кто своей любовью и своими делами всегда и во всем со Христом. С праздником всех вас, православных!